Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Рождение Измаила. После того, как Господь проявил милосердие и открыл церковь Аврааму, показав небо, а через небо и звезды указав на всю церковь, и показал, что церковь будет образована через гармонию соединения духа, души и тела, через Боговоплощение, страдание, распятие и воскресение, так если уже перевести на духовный уровень символического, покаянного, христоцентрического и православно-церковного языка, то это уровень милосердия к человеческому роду. А в 16 главе говорится следующее. Духовное уже восходение к чистоте сердца. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. Почему? И у Сари уже были сомнения. Ведь Авраам рассказывал не только Саре о своих откровениях, он рассказывал это и о своим слугам. Он жил одной жизнью с ним. То есть Авраам не жил тайной жизнью. Он катехизировал, он миссионерствовал, он рассказывал все, что с ним происходило. И Сара, зная об этих откровениях, она смущалась. Как же так? И, конечно, все смущались. Как же так? Не рождается сын-то? Господь уже почти 25 лет обещает, что он будет отцом множества. Сара уже знает о пяти откровениях, и ничего нету. Значит, она начинает винить себя. У нее была служанка-египтянка. И она думает, ну как же, если я не могу послужить Аврааму, может быть, тогда пусть Агарь мне родит. И я буду духовной матерью. А по преданию такому, что те, кто воспринимал рожденного от служанки, то она становилась своим ребенком. То есть Агарь станет телесно, а я духовно рожу. И это будет мой сын. Причем настолько было уверено, что дочка не родится. То есть она веровала, что именно родится сын. Другого не может быть, потому что Бог обетывает. Только сомневалась, что через нее или, может быть, через служанку. И сказала Сара, и эти помыслы ее постоянно мучили. И она все-таки высказала их Аврааму. И сказала Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. То есть она упрекает себя. Вот это состояние покаяния такого. Выйди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее. Может быть. То есть она со смирением это произносит. Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова. Конечно, здесь можно сказать, Адам послушался Еву. Да, и произошел соблазн. Но здесь, я думаю, неприемлемо. Все-таки Авраам, тот, который уже возрос духовно, он почувствовал, что да, Господь и это благословляет. И здесь нельзя сказать, что это было прелюбодейство. То есть это было повеление Божие. Повеление, которое, как и в случае с того, что Авраам сказал своей Саре, когда будет голод, ты скажи, что я твой брат, а не твой муж. И мы с вами уяснили, что Господь Отец попускает, и что нельзя думать об Аврааме, что он обманывал. Он сказал действительно правду. И он это сделал для того, чтобы духовно возрасти, хотя внешне кажется, это обман, но это не является, это только внешне. Внутри это был духовный рост. То же самое и здесь. Сара со смирением. Не может Бог презирать на смирение. Но в то же время Сара не дошла до полноты смирения. Она все-таки высказала мужу. И Авраам послушался слов Сары. Взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою. Взяла. То есть любая госпожа, она выбирает самую лучшую служанку. То есть из всех сотен тех женщин, девушек, которые находились, нашлась та девушка, которая в ее глазах была самая послушная. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку, то есть указан акцент такой, жена Авраамова, служанку свою, которая была послушна ей, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамом в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму по истечении 10 лет. То есть 10 лет она ждала, что от нее родится сын, а сын не раздался. И она уже как бы вынуждена просит Авраама, не вытерпев до конца, не возросла в меру возраста Авраамова, не достигла мужа своему в жену. Мужу своему в жену. Да, вот это такое перечисление, усугубление такого, что это она сделала с покаянием, но не во всей полноте с терпением. Он вышел, вошел к Агаре, и она зачала. И увидев же, что зачала, она стала презирать свою госпожу. Вот это да. То есть получается, та, которая была послушная, она вдруг становится, проникается состоянием надмения. И сказала Сара Аврааму, «В обиде моей ты виновен». То есть вину, то есть свой грех она перекладывает на Авраама. «Я отдала служанку мою в недро твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть мне будет судьей между мною и между тобою». То есть не между мною и ею, а между мною и между тобою. Авраам сказал Саре, «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею, что тебе угодно». Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. То есть здесь очень глубокие такие переживания и Авраама, и Сары, и попытка ускорить процесс спасения, что родится отрок, он привел к некому конфликту. Как же его, и мы тоже часто ускоряем спасение свое. Мы пытаемся, и враг нас соблазняет, мы пытаемся самими, собственными силами, у нас не хватает терпения, мы соблазняемся, вроде бы уже научились и причащаться, научились и жертвовать, и вроде как стремимся к чистоте сердца, но эта чистота сердца оскорбляется нашим надмением, нашим желанием побыстрее все это сделать. Вот это указание, что несмотря на то, что мы можем подняться до пятого уровня заповеди блаженства, враг может нас искушать, как женщин, так и мужчин. Обетование Божией Агария, седьмой стих. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источники на дороге к Суру. И сказал ей ангел Господень, Агарь, служанка Сарина». Не просто сказал, Агарь, ты самостоятельно. Нет. Ты, служанка Сарина, ты же была послушна ей. Прояви послушание. Откуда ты пришла и куда идешь? Помните, как Господь задавал вопрос Адаму? Адам, ты где? Каину задает вопрос, а где твой брат? Вот. То есть, это вопрос педагоги, педагога с большой буквы. То есть, Господь, как педагог, как воспитатель, обращается, чтобы она опять вошла в состояние покаяния. Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Смотрите, она услышала ангельский голос. Она приняла, она не сказала от лица этой строгой госпожи или горделивой госпожи. Она сказала от лица Сары, госпожи моей. То есть, я, да, я неправильно поступила. Ангел Господень сказал ей, возвратись, сказал, она сказала. То есть, ответственное такое волевое решение. Она сказала, возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчезть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна и родишь сына и наречешь ему имя Измаил. Ибо услышал Господь страдание твое, он будет между людьми, как дикий осел, руку его на всех и руки всех на него. Действительно, огоряне, сарацины, мусульмане в настоящее время, в общем-то, так и получается. Мусульмане в настоящее время претендует простереть руки на весь мир и руки всех простирают на мусульман. Вот пример этому война в Сирии. И нарекла Агарь, да, и здесь еще жить будет он пред лицем всех братьев своих. То есть, пытаться получать благословение, то есть, жить пред лицом, это получить благословение. И нарекала Агарь Господа, то есть, пытаться все-таки услужить и помочь, а в то же время и руки свои распростить. То есть, такое противоречивое состояние. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней с именем Сим, «Ты, Бог, видящий меня». Ибо, сказала она, «Точно я видела здесь, вслед видящего меня». Посему источник тот называется Беэр-Лохай-Рои. Он находится между Кадесом и между Боредом. Измаил рождается, Агарь смиряется, рождается сын, нарекает Авраам имя сыну своему, рожденному от Агарь, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Таким образом, появляется первый сын, но избежав желания, чтобы был наследником Елеезер, Авраам попадает в эту ловушку. Но он правильно решает этот вопрос. Он подымается, и он сохраняет те дары, которые Господь. Он духовно возрастает, и Господь повелевает ему сохранять чистоту сердца. Авраам, как и Сара, приносят покаяние. Рождается Измаил, и следующая глава, это уже будет откровение о том, что действительно от Авраама родится уже истинный сын, и совершится обрезание Господня. Здравствуйте, я Ирия Анатолий Слободчиков, наследник храма святителя Николая Чудотворца с сего Плесы. Приглашаю вас на молитву соглашения, которая проходит в нашем храме. Мы читаем Акафис Николая Чудотворца. Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси. Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним, ко Господу нашему Иисусу Христу. До встречи на молитве. Всего доброго.